Павел Дуров, основатель ВКонтакте о ЕС Украине и о том, почему не стоит делать бизнес в России. В последнее время основатель ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров стал все чаще высказываться на актуальные политические темы. На мой взгляд, мысли его довольно интересные. До днях Дуров рассуждал о будущем Евросоюза. Например, он считает, что Европе будет плохо без Украины. Про Россию он при этом ничего не говорит, а в целом ЕС необходимо реформироваться. Не менее любопытно он высказался и на тему того, почему не стоит работать в России, особенно если ты задумал какой-нибудь стартап. Хотя я и являюсь поклонником идеи, стоящей за ЕС, я думаю, его жесткой структуре «все или ничего» не отражает растущих различий между государственными членами. Если ЕС не станет более гибким и децентрализованным, в течение ближайших нескольких лет он может легко рухнуть после серии новых Брекситов. С другой стороны, если ЕС проведет масштабную реформу, чтобы предоставить больше свободы своим членам, то Великобритания может вновь присоединиться к Союзу, а после этого возможно даже Швейцария или Норвегия, кто знает. Например, Греция могла бы частично решить свои экономические вопросы путем девальвации собственной валюты, то есть если бы у нее была такая валюта. Выйти из еврозоны и вернуться к своей валюте могло быть хорошей идеей и сейчас, но Евросоюз вряд ли позволит Греции покинуть валютный союз, сохранив при этом другие преимущества членства в ЕС. Это как раз пример отсутствия гибкости, подход «все или ничего», о котором я говорил в начале. Я верю в Украину и считаю, что ЕС нуждается в Украине больше, чем Украина в ЕС. Украина богата суперталантливыми, мотивированными людьми, которые составляют основу экономического роста в нашем столетии. Как только Украина решит проблемы коррупции и неэффективности, она станет богатой и процветающей. Другого просто быть не может. Об Италии. Ребенком я жил в Италии в конце 80-х, в начале 90-х годов. И тогда итальянское общество казалось богаче и счастливее, по крайней мере для меня и моей семьи, чем сейчас, когда мы возвращаемся в эту прекрасную страну. Я желаю Италии всего наилучшего и надеюсь, что все изменится к лучшему. О ВКонтакте и России. Я очень счастлив, что моя жизнь и карьера в России подошли к концу. После истории ВКонтакте российский интернет-рынок урезко упал. В некотором роде я благодарен аукционерам или политическим силам, которые заставили меня продать свою долю. Я чувствую себя счастливее, управляя сервисом, который предназначен для глобальной аудитории. Я управлял ВКонтакте намного дольше, чем это позволяли соображения личной выгоды или личной безопасности. Я бился до конца, до того, как акционеры ВКонтакте отстранили меня от должности генерального директора. До этого момента я мог отстаивать интересы пользователей, отсекая неправомощные запросы от чиновников, рекламодателей или аукционеров. Но после того, как твои партнеры продали свои доли и ты уволен, биться можно только головой о стену. Директором в кавычках в современной России можно быть только на бумаге. В реальности варианта два – быть клоуном у пидоров или пидором у клоунов. Чем мечтать о лассальной карьере клоунов Сколково и биться головой о стену в России? Подумайте о независимом пути создателя собственных проектов. Такой путь даст вам свободу работать над тем, чтобы изменить жизнь сотен миллионов людей по всему миру. И совсем не обязательно этим заниматься в России. Павел Дуров